В Карелии всерьез заговорили о масштабном криминальном бизнесе, организации несанкционированных свалок. За круглым столом на площадке общественной организации «Деловая Россия» собрались федеральные и региональные чиновники, эксперты, с одной лишь целью – понять, как бороться со свалками. Предприниматели берут землю в аренду и начинают свозить туда всевозможный хлам, либо заключают госконтракты на ликвидацию тех же медицинских отходов и утилизируют их с нарушением всех правил. Мы сегодня как раз обсуждаем подобного рода случаи с привлечением серьезных экспертов, федеральных парламентариев. Я надеюсь, что по результатам круглого стола мы вынесем конкретные предложения для борьбы с такого вида нарушениями. Не так давно в Петрозаводске осудили предпринимателя, который варварским способом утилизировал медицинские отходы. Его работники, подрядчики просто выбрасывали зараженные шприцы и ампулы прямо в мусорные контейнеры или на обычные площадки для мусора. Приговор удивил общественников. Два года и шесть месяцев лишения свободы условно за смертельно опасные медотходы, которые буквально разбрасывались, по территории республики. Что касается предотвращения, то везде звучит одна и та же проблематика. Мусора много, нарушители в ответ платят штрафы и улыбаются. Следовательно, к нам, как парламентариям, к Верхней и Нижней Палате парламента, предложение по внесению изменений в административный уголовный кодекс, значит, надо повышать ответственность. На сегодня никаких ресурсов нет у местной власти, которые обязаны исправить это положение. Поэтому вот сейчас и в рамках работы над изменением лесного законодательства я тоже инициировала вопрос включения в федеральные программы «Экологические и чистая страна» вот эти мероприятия. Мало предотвратить появление новых свалок, нужно ликвидировать уже существующие. Проблему поможет решить федеральный проект «Экология». Чтобы попасть в него, необходимо разработать проектно-сметную документацию. Срок до 2024 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова